Химиотерапия, представленная здесь, известная вам всем, все они доказали свою эффективность, все они имеют право на существование. Как же из них мы выбираем наиболее оптимальную? Химиотерапия, как аджевантный протокол, известна с 80-х годов, когда Бонадона доказала на тысячу женщин эффективность лечения СМФ, как после оперативного лечения, как продолжительности жизни, так и снижения риска рецидива и заболевания. С появлением антрациклинов они доказали большую эффективность по сравнению с СМФ, поэтому на сегодняшний день антрациклины являются основным ведущим препаратом в аджевантном лечении рака молочной железы. Последние десятилетия появления токсанов также повысило эффективность аджевантного лечения статистически важного как продолжительности жизни, так и продолжительности жизни до рецидива заболевания. Поэтому как адресин, так и токсаны являются обязательной частью протоколов аджевантного лечения. Каким образом мы можем давать аджевантное лечение? Существуют стандартные схемы, при которых мы даем раз в три недели, и существует dose-dense treatment, то есть введение стандартных доз химиотерапии, но не раз в три недели, а раз в две недели, что позволяет нам снизить развитие репопуляции клеток в резистентной данной виду химиотерапии. В мета-анализ исследующих более 20 тысяч женщин показал статистически значимое повышение выживаемости до прогрессии заболевания, а также общей выживаемости при проведении dose-dense терапии, а также значимое улучшение выживаемости, особенно у женщин с армитерными опухолями. Dose-dense treatment имеет свои ограничения, так как это достаточно токсическое лечение, поэтому мы можем предлагать это пациенткам в относительно стабильном состоянии, без явных фоновых заболеваний, и dose-dense treatment подразумевает обязательную поддержку колоннестимулирующих факторов после каждого введения химиотерапии. Отдельная группа больных, заслуживающих своего внимания, это пожилые пациенты. Ачувантная терапия у пожилых пациентов, во-первых, что такое определение определяют пациенты, как известно, не паспортный возраст, а биологический возраст определяет возраст человека, но статистически принято считать возраст более 65-70 лет, это пожилые пациенты. На основании датабейса выявлены несколько риск-факторов, связанных с токсичной терапией, это не связано с раком обочной железы, это в общей популяции север-больных, эти риск-факторы представлены здесь, каждый из них имеет свою баловую систему, и при подсчете балов мы можем определить, в какой степени риска мы подвергаем данному больному придачу ему ачувантной химиотерапии, химиотерапии вообще. То есть от 0 до 5 балов мы подразумеваем, что у больного 30% риска развития токсичности в разной степени тяжести. Биологическая таргетная терапия. На сегодняшний день, как ачувантное лечение, мы знаем препарат тростозумаб или эрцепцин, это моноклональная антиводель, которая имеет селективное воздействие на РТ-рецептор на поверхности опухолевых клеток, тем самым блокируя его, тем самым снижает бесконтрольное деление опухолевых клеток. Напомню, что ВРТ-позитивные опухоли это примерно 20-25% из всех опухолей молочной железы. Два исследования, в принципе, на основе которых мы даем ачувантное лечение рецептинам на протяжении года, это два исследования, представленные здесь, которые показали снижение риска развития заболеваний на 50%, а также снижение смертности на 30% при включении рецептинного джевантной терапии. Из 2005 года это является стандартом джевантной терапии при вертопозитивных опухолях. Гормонотерапия. Опять-таки, все представленные здесь препараты широко распространены, известны вам всем. Каким образом мы можем давать гормонотерапию, как системное лечение? Мы можем давать амоксифен на протяжении 5 лет, мы можем давать ингибитор ароматазы на протяжении 5 лет, мы можем сочетать, давать 2-2,5 года амоксифен с последующим переходом на ингибитор ароматазы, или же давать продолжительную терапию более чем 5 лет. Все эти исследования, все эти стратегии дачи гормонотерапии доказали свою эффективность. Единственное, что важно помнить, что включение ингибиторов ароматазы у косменно-ползальных женщин влияет на выживаемость, и поэтому является необходимым компонентом гормонотерапии. Можем ли мы давать гормонотерапии более чем 5 лет? Да. Исследование, одно из них представлено здесь, доказало, что после 5 лет стандартного лечения амоксифеном дача литеразола, то есть ингибитора ароматазы, повысило выживаемость и смызло риск развития рецидивов. И 2 исследования, которые завершились в этом году, сравнивали дачу стандартного 5-летнего лечения амоксифеном или же продолжение до 10 лет лечения амоксифеном. Как вы видите, также статистически значимое повышение выживаемости и риск развития рецидивов. Кому мы можем предлагать extended treatment, то есть лечение более чем 5 лет амоксифеном? Это пациентам с хорошей переносимостью 5-летнего лечения, то есть без развития побочных эффектов на фоне лечения. В особенности женщинам, находящихся в группе риска, это большие опухоли, опухоли с увеличением лимфатических узлов, а также агрессивные гистологические характеристики опухоли. Также женщинам, которые находятся в пре- или переменах по задней периоде уже после 5 лет лечения амоксифеном, а также пациентам, которые по тем или иным причинам не могут принимать лечение и публиковать рамоксифеном. По поводу абляции функций яичников, болевший вопрос. Есть рекомендации, это АСКО рекомендации, опубликованные в 2011 году в сентябре. Это рекомендации, основанные на проведении множественных исследований и анализов всех этих исследований на более чем 18 тысяч больных. Они актуальны по сегодняшний день, новых рекомендаций мы не получили. И они рекомендуют. Подавление функций яичников не рекомендуется, как дополнительное лечение к системной терапии. То есть не добавляют ни к химиотерапии, ни к гормональной системе терапии, и не являются его альтернативой. Применяется только в случае, если мы не имеем возможности дать системную химиотерапию или гормонотерапию. Если же мы выбрали этот метод лечения, то агонисты ЛХРЭЧ должны вводиться ежемесячно, а не раз в три месяца. И важно помнить, что даже дача ЛХРЭЧ-агонистов не всегда достигается полное подавление функций яичников. В современной медицине мы знаем, уже вы слышали по предыдущим лекторам, что классификация рака молочной железы, она не только ТНМ, но есть и биологическая классификация, то есть луминальная, по биологическим характеристикам опухоли и по генным характеристикам. Как мы можем использовать это в практике? Есть исследования, которые являются прогностическими, они исследуют генные характеристики самой опухоли и могут нам в процентном соотношении сказать, каков риск развития заболевания данного конкретного человека с данной конкретной опухолей. Известный из них это Мама Принт, который исследует 70 генов. И более известный, получивший более широкое распространение, это Омко-Тайп ДИКС, исследующий 21 ген. Принципом Омко-Тайпа является появление больных, которые по генным характеристикам своей опухоли имеют благоприятный прогноз и не нуждаются в агрессивной химиотерапии. Как видите, этот анализ Омко-Тайп ДИКС, следующий 21 ген, внесен в guidelines, и при всех опухолях гормон рецепторов позитивных, рту негативных более полусантиметров, есть возможность исследовать эту опухоль на Омко-Тайп ДИКС и определить, в какой группе риска находятся данные конкретно пациенты. Каким образом проводится этот анализ? Берется ткань опухоли, выделяется RNA и исследуется оверэкспрессия 21-го гена, 16 из которых онкогены и 5 референтов. На основании оверэкспрессии этих генов рассчитывается recurrence score, математически рассчитывается, и recurrence score имеет скалу от 0 до 100. Пациенты, имеющие recurrence score меньше 18, относятся к группе низкого риска, от 18 до 30 в группе промежуточного риска и больше 31 в группе высокого риска. Что это значит? На основании исследований показано, что люди, находящиеся в группе низкого риска, не выигрывают отдачи аджевантной химиотерапии. Увидится граф, на котором показано развитие удаленных рецидивов на протяжении 10 лет. Людям, которые получали гормонотерапию и химиотерапию, это синяя линия, и желтая линия, люди, не получающие химиотерапию, а получающие твердую гормональную аджевантную терапию. Вы видите, выживаемость у них очень хорошая, порядка 96-95%, и не отличаются между собой. Люди, находящиеся в группе промежуточного риска, то есть адрикарно-спор от 18 до 30, тоже не выигрывают отдачи химиотерапии. Как вы видите, две линии, они примерно одинаковые. Напротив же, люди, находящиеся в группе высокого риска, то есть адрикарно-спор 31 и больше, люди, получающие химиотерапию, имеют 88% выживаемость, вес удаленных рецидивов на протяжении 10 лет, и это благодаря отдаче химиотерапии. Люди, же не получающие химиотерапию, имеют 60%, имеют 40% риска развития удаленных рецидивов, то есть 28% абсолютно нет. Когда мы получаем ответ, онкотодикс, мы его получаем в виде графа, как вы видите, где по горизонтали мы видим рекарно-спор, и по вертикали мы видим проценты. То есть, если рекарно-спор порядка 16, то по наличию этой кривой мы имеем примерно 10% риска развития удаленного метастазирования у данного конкретного пациента на протяжении 10 лет. Как это делается у нас в клинике? Каждый больной проходит мультидисциплинарный индивидуальный разбор случая, выбирается соответствующий излечение, учитывая свои индивидуальные особенности пациента, его возраст, пожелания, фоновые заболевания. Мы составляем определенный алгоритм, то есть после получения, послеоперационного диагноза, потеянное. Мы делим больных на три большие группы. То есть, первая группа это группа больных, у которых сильная рекомендация к даче аджевантной химиотерапии. То есть, это гормон-рецептор негативной опухоли, РТ-позитивные, большие опухоли Т4 и больше, Т4 и с увлечением лимфатических узлов. Эта группа больных идет на путь к химиотерапии. Маленькие опухоли Т1, гормон-рецептор позитивный, РТ-негативный, без вовлечения лимфоузлов. Это категория больных, получающих аджевантную гормональную терапию и не подлежит химиотерапии. Все остальные, каждый случай разбирается конкретно, и у них всегда есть возможность пройти молекулярный генетический анализ ОМКТА-ДИКС для определения дальнейших практик лечения. Что я хочу сказать в заключении, что клинические свойства, стадии, идеологии опухоли влияют на риск рецидива заболевания и дружно учитывать. Гормональная терапия является критичной для всех гормон-позитивных опухолях молочной железы. При выборе химиотерапии и антрациклины, и токсаны должны присутствовать, так как они влияют на выживаемость. Важно помнить, что многие больные не нуждаются в химиотерапии и не выигрывают отдачи. Тростуза, МАП или Рецептин значительно снижают риск рецидива смертности при герту в пазитивных опухолях. И целью современных исследований является индивидуальный подбор оптимального виду лечения в начальной стадии рака молочных рецептин. Спасибо.